У нас с вами уже который вебинар? Так, восьмая часть от А до Я, разрешите представить совсем. Меня зовут Комнова Аня, кто меня не знает, кто пришел на вебинар в первый раз, поставьте единичку мне, пожалуйста. И мы с вами немножко познакомимся. Мы пришли в компанию менее пяти лет назад, где-то примерно четыре с половиной года. И в компании мы на данный момент открыли пока статус партнера. Сейчас мы подтверждаем старшего международного и партнера. Конечно, сделать такой результат за четыре года, я могу сказать, что это работа практически без выходных. И работала я не одна, мы работаем вдвоем с мужем с уровня старшего директора. Он мне начал очень сильно помогать. И, конечно, мы уже с ним распределили обязанности. И стало намного легче и проще работать. Ну что ж, с вами мы познакомились. Вот, напишите сейчас, пожалуйста, мне, потому что я тоже хочу с вами познакомиться, в каком вы статусе, с какой страны, с какого города и в вашу выплату. Да, то есть, например, если я, допустим, пишу свой статус, да, то есть, получается, я 23%, я, получается, так, Киров, Россия, Россия, Киров, Киров, и далее, так, Капслок у меня нечаянно включился, но, я думаю, ничего страшного, Россия, Киров и свою выплату, да, то есть, моя выплата более 500 тысяч рублей в месяц, да, то есть, таким вот образом. Да, не стесняйтесь, пишите, пишите все. У Натальи вижу узкие веточки, раз выплата маленькая. В ширину надо строиться. Так. Угу, 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 6% 720 рублей, угу, отлично. Угу, угу, 900 рублей, тысячи, угу, 18 тысяч, а, ну, это уже топ-лигеры пошли. Да, то есть, это раз в три недели сейчас, девочки, дорогие наши, пишут, раз в три недели, свой процентный уровень, страну, город, отлично, просто отлично. Угу, 19, 12, отлично, даже топ-лигеры приходят к нам. Очень приятно, здорово, молодцы. Пишите, пишите, не стесняйтесь, все, кто пишет. Давайте, продолжайте писать. И, значит, на прошлом вебинаре мы с вами поговорили о такой теме, как 50 баллов, потому что кого-то она пугает, кому-то это легко, вот. Вот, и получается, что есть немножечко разногласия, да, то есть, вот у меня, допустим, новички регистрируются, кто-то говорит, тысячу рублей много сделать заказ, да, кто-то говорит, 50 баллов, да легко, у меня столько друзей и знакомых, что мы быстренько это сейчас все сделаем и оформим. Спасибо, Андрей, это у нас с тобой традиция, да. Вот, молодцы, молодцы. Выплату свою не пишет кто-то там, кто-то там не пишет. Вот, значит, еще не делаете, да, 50 баллов из этого не получаете, да. Ага, ну все. Смотрите, значит, конечно, в первую очередь мы с вами поняли на предыдущих вебинарах, что это надежный бизнес. И сегодня вот я разговаривала со своим новичком, она говорит, мне сложно сделать заказ, там, утвердить, вот это все сделать. Я говорю, хочешь 100 тысяч, хочешь 200 тысяч, если ты до сих пор и хочешь, да, хотела месяц назад и сейчас хочешь, то это нужно сделать. И мало того, что это нужно сделать, нужно научить других это делать, свою команду это делать, да. То есть нужно научиться сопровождать человека до сайта Викроста, чтобы там он у вас уже проходил 8 заданий. И как раз о 50 баллов мы с вами разговаривали на прошлом вебинаре и говорили, что 50 баллов – это возможность получать свои выплаты, возможность идти по стартовой программе, это до 10 подарков по Фаберлик Клуб, это выдаются свои рекрутинговые сайты, да, продуктовые от 25, а на бизнес, если вы делаете, от 50 баллов, да. Далее, после первого активационного заказа вы уже можете рекрутировать и регистрировать людей в свою структуру спокойно. Активирован у вас на полгода. Ага, молодцы, кто выплату пишет. Номер активирован на полгода. Это кто делает свои 50 баллов, он знаком с продуктом очень хорошо, умеет делать и оплачивать заказы технически, то есть мы с вами должны уметь технически это делать. Убеждаемся в том, что подарки на самом деле существуют, потому что подарков действительно много и в них тяжело разобраться, да. Вот недавно мне подарили под моим номером и под номером дочки около где-то 30 подарков, которые я раздаривала в своем структурном чате, да. Вот, кто это видел, поставьте плюсик, я действительно раздаривала, потом я уже раздаривала карточки, потому что действительно очень огромный ассортимент халявы у нас с вами, и это нужно оценить, понимать, но понимать самое главное, да. То есть одно дело, когда мы с вами знаем, сколько подарков, а другое дело, когда мы с вами не знаем, как их забрать, да. То есть нам нужно учиться самим забирать, и чтобы ваши люди, да, Лен, и чтобы ваши люди тоже умели это делать. Это обязательно, это как пить, дать, потому что за это нам как раз с вами платит компания, да. То есть компания могла бы оплатить рекламу, да, то есть снять ролик, как сделать заказ по всем странам, и минуя нас, как сеть, да, минуя нас, как сеть посредников, просто напрямую сделаться онлайн-магазином и все, да, то есть, но компания пошла другим путем. То есть мы с вами работаем, компания нам обеспечивает логистику, компания нам обеспечивает доставку, акции, подарки и все такое прочее, и мы это должны с вами все объяснить. И вот за это мы как раз получаем деньги за товарооборот и за донесение акций, и рекрутируем людей свою команду не с помощью рекламы, да, от компании Faberlic, а с помощью, получается, самих себя. Вот, в принципе, и вся суть работы. Чем больше наш товарооборот, тем больше наши с вами выплаты, и это очень легко в понимании, да, поэтому, конечно, убеждаемся во всем. Далее, значит, вы приходите в команду и понимаете, что вы не пирамида, об этом мы с вами говорили, да, где вы покупаете пустые площадки, мыться-то все равно надо, и вы все равно пойдете в магазин. Вот, далее, сами лично убеждайтесь в качестве продукта, это тоже очень важно. Ассортимент самый большой из всех сетевых компаний, мы с вами, мега-гипермаркет, это уже 100%. Но самое важное, что мы с вами поняли на прошлом вебинаре, если вы не делаете 50 баллов, если вы не делаете 50 баллов, то их, то компания деньги за выплату структуры вам себе не присваивает, да, выплаты уходят выше лидеру, который сделал вверху 50 баллов. Вот это мы с вами знали. И также мы с вами знаем, что если у вас не получается по каким-то причинам сделать данный заказ, то работать, рекрутировать, приумножать свою структуру вам нужно ежедневно. И потом, когда уже выйдете на более высокий уровень, вы сможете делать эти баллы, потому что очень часто бывает такая вещь, как девчонки, да, получают, к примеру, я сейчас русские рубли, к примеру, я возьму, да, получаю 20 тысяч, а заказ им нужно сделать на 5, то есть 15 у них получается, получается у них под расчет. И когда у них 15 тысяч под расчет получается, то, конечно, это раз в 3 недели, это шикарно, да, потому что в пересчет на месяц это выплаты более 20. То же самое я сейчас на элитном, ой, на старшем международном директоре, да, открытый статус партнер. И я сейчас, мне все равно нужно делать 50 баллов, ну, если я, конечно, не хочу никуда ехать, да, то есть сейчас, если я езжу в разные страны мира, то я должна быть VIP-ом, да, по условиям компании. Но VIP- это тоже легко, если у вас большой круг знакомых, то VIP сделать просто. О VIP-е мы с вами поговорим позже, то есть говорили до этого, уже говорить не буду, вот. Вот, и мысль была такова, что если я, допустим, зарабатываю 1000 рублей, я должна сделать заказ на 5000 рублей, да, грубо говоря. Если я зарабатываю 50 тысяч рублей, я все равно делаю заказ на 5000 рублей. Поняли идею? Если я зарабатываю 100 тысяч рублей, у меня все равно заказ на 5000 рублей больше компания не просит для получения объемных выплат. И вот это нужно обязательно понимать, что заказ, какой он есть, он таким и остается, да, а вы растете и приумножаете свои выплаты. Вот это очень важно. Перевела в российские рубли. Ох, Светлана, молодец какая! Так, отлично, поехали с вами дальше. То есть об этом мы с вами говорили на прошлой теме. И, конечно, вот почему лично я выбрала компанию Фаберлик, ну и, как вы видите, многие лидеры на вебинаре, почему выбрали компанию Фаберлик. 21 год надежности, уже 21 с половиной. Это компания, которая пережила не один кризис, да. Мы очень часто с вами в интернете видим компании, которые появляются, потом исчезают, да. То есть, ну вот я вот сейчас смотрю на компании, которые исчезли, ну пирамиды, понятно, они лопаются постоянно. Какую даже, в пример, компанию взять? Я прошла, у нас была очень сильно распространена компания Едоша, кто ее помнит, да, то есть по всем соцсетям гремела. Скини-боди-кея была компания, тоже по всем чатам гремела. Очень много было компаний, но где они? Они зашли и вышли, да. То есть, они любой кризис донуло, да, донуло, и все, и компания пропала. Вот, и что получается? И где ваша структура, которую вы строили? И вся структура развалилась. Вот и тут самое вот интересное, когда вы сотрудничаете с компанией, которая уже более 20 лет на рынке, которые уже, да, да, были. Я много сейчас компаний помню. Если вы помните, конечно, отпишитесь. Ну, пирамиды не пишите, это несерьезно. Вот именно сетевые, да. То есть, получается, что если компания менее 10 лет на рынке, менее 10 лет, и она новая, то иногда бывает такое, что компания уходит с рынка, да. То есть, где ваши люди, где ваша структура, как им смотреть в глаза, вот это тоже нужно понимать, да. И вот в этом плане, конечно, компания Фаберлик пережила не один кризис. Она не развалилась, и она растет. Раз компания растет, раз компания развивается, раз компания строит новые заводы, да. Вот недавно построился новый завод в Иваново по производству текстиля, да. То есть, у компании, я так понимаю, что серьезные заявки на будущее развитие. Сами понимаете, да. И когда мы говорим о надежности, то это, конечно, Фаберлик, потому что она еще не приелась, компания, да. Она всего лишь 20 лет на рынке, да. Там не 60, не 70 лет, да, там не 100 лет. Она всего лишь 20 лет на рынке, да, как вы понимаете. И это тоже очень важно, что компания недолго на рынке, но уже достаточно давно, чтобы не развалиться, чтобы ее не снесло от любого кризиса, да. Да, вот это очень важно. Далее, компания-произведитель, удерживающая лидирующую позицию, да. То есть, мы все с вами знаем, что компания, она сама производит свою продукцию, она не перекупает никого, ничего. Компания, собственный завод. 35 тысяч квадратных метров в Москве, да. То есть, каждый год лидеры, кто приезжает в Москву, могут сходить на экскурсию. Их приглашают, да. Директоров, конечно, приглашают, всех подряд нет, потому что там надо шапочки одевать, халатики. То есть, так просто туда не попасть. Что еще значит лидирующая позиция? Это когда держится цена и качество, да. Цена и качество. Как вы понимаете, что вы выбираете на полке, да. Вы выбираете что-то среднее, да. И покупаете что-то среднее, дорогое. Конечно же, не каждый будет покупать. Вот, допустим, у меня на данный момент 15 отличных знакомых девчонок, которые не покупают, допустим, в аптеке Виши, потому что Виши там полторы-две тысячи, да. Или там еще выше. И мы с вами должны понимать, что у нас конкурентно способные цены на любой человек. Да, была, была. Оль, да. Вот, кстати, я ее помню, эту компанию. И, как даже сказать, вот когда вы работаете год за годом, и вы видите, как мелкие компании разваливаются, а мы живем, процветаем и растем, это, конечно, очень приятно. И выбор компании – это самое крутое. Почему я об этом сейчас так заговорила? Почему, да? То есть вот у нас с вами, конечно, очень сильная конкуренция в интернете, да. То есть и очень много различных компаний. Конечно, вы должны знать достоинства своей всегда компании, потому что надежность – это превыше всего. Когда вы строите структуру, и она у вас никуда не денется, вот это, да, то есть компания не рассыплется, и вы сможете передать свой бизнес по наследству детям, это самое важное, что не наесть, чтобы вы могли спокойно, уверенно расти и идти дальше. Вот. Ну, Ириночка, как смотреть в глаза? Это, конечно, пирамида уже, да. То есть мы тут недавно опять с пирамидщицей чуть не поругались. Ну как, я ей доказывала, она очень нервничала. Я была спокойна, но человек нервничал. Вот. И, конечно, достойная компания прямых продаж, продвигает товар от производителя потребителю. То есть мы с вами сейчас все собрались для того, сюда, для того, чтобы понять, что мы занимаемся рекламной деятельностью. Что такое рекламная деятельность? Конечно, Рафаэл будет. Что такое рекламная деятельность, да? То есть мы с вами создаем материалы для работы и идем рекрутировать соцсеть, искать людей, свою команду и самим доносить все достоинства и привилегии компании Фаберлик. Вот это очень важно, да? Далее, значит, мы минуем с вами оптово, розничную сеть, мы минуем с вами рекламу. То есть через нас с вами, через консультантов идет создание товара оборота. И мы за то, что мы привели людей и обучили этих людей, получаем деньги. Вот. То есть, как вы поняли, работа официальная, легальная, серьезная, достойная и не пыльная, да? Дома через интернет. Не пыльная, самое главное. Я это очень часто рассказываю, кстати, людям, которые у меня в личку, мне просится, спрашивают, что за работа. Я таким вот образом объясняю. Вы знаете, регистрации очень хорошо идут. Человек понимает, на что он идет, потому что он получил правильный, правдивый, развернутый ответ и понял, что это легально и официально, да? То есть доход белый. Далее. Что мешает каждому открыть свое дело, да? То есть, когда мы приходим в компанию Фаберлик, мы с вами открываем свое дело. Вот вы сейчас захотите открыть свое дело, допустим, какой-нибудь свой интернет, там, я не знаю, интернет-магазин свой, к примеру, вы захотите открыть или вы захотите какой-нибудь ночной клуб, салон красоты, без разницы, да, на земле, в интернете. Что вам мешает вот взять и открыть? Ну, тишина. У меня что-то зависло. Много денег нужно? Деньги, вложения, деньги. Ну, да, деньги. Конечно же, железная хватка. Без нее у вас не получится, да? То есть, если вы, к примеру, открыли свой магазин на земле и закупились товаром, поставили туда продавцов, вам нужно смотреть, чтобы они выключали свет, когда выходили, да, чтобы электроэнергии много не нажигалось, чтобы они были у вас все сданы, все эти, как их, господи, каждый год сдавала была продавцом, анализы, 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 как это называется-то, вот, чтобы сдали все анализы, чтобы они у вас были все чистыми, чтобы они были все оформлены, да, то есть, платить налоги. Вот это все, это, конечно, вести бухгалтерию, вести учет, медосмотр, вот, Настя, спасибо, медкнижка, да? Вот, вот, представьте, 10 лет каждый год проходила и забыла, да, вот, и вы понимаете сами, сколько всего вам нужно самому организовать и за все за это самому ответить. Вот, тут мы с вами, да, то есть, получаем, когда после регистрации мы приходим, мы с вами получаем готовый сайт, мы с вами получаем лендинги от проекта, ага, мы с вами получаем, ой, проверок очень много, поверьте, я была заведующей магазином, это в среде ночи я подскакивала и бежала, все перед сэздрайд, и сама с тряпкой бегала, и это все было, я вам клянусь, я была заведующей магазином, я знаю, что это просто... вы никогда не будете спать спокойно, пока вы заведующая магазином, это 100%, за такие деньги, которые я получала, я и должна была на совесть отработать, вот, значит, и что у нас с вами получается, тут компания Фаберлик вас обеспечивает всем, да, то есть, доставкой, продукцией, которую она сама, за качество которой она отвечает сама, да, вот это вот тоже очень важно, за сроки, за все, да, да, то есть, компания отвечает сама, если что-то клиенту вашему не понравилось, он пишет компании, что ему не понравилось, не вам, да, то есть, он может вам высказать, но если ему что-то не понравилось, компания за это несет ответственность, да, за ваших, за людей, и это тоже очень важно, обеспечить качественной продукцией миллионы людей, которые будут этим пользоваться, и чтобы они все были довольны, и продержаться на рынке 20 лет, понимаете, это круто, вот, далее, как в обычной схеме поставки товара происходит наценка, да, давайте с вами поразмыслим, от крупного оптовика, да, с завода крупному оптовику, от крупного среднего, от среднего мелкому, да, от мелкого уже в магазины поехало, пошло, да, это, в принципе, нормальная схема, но в каждом вот этом вот, от, до, от, до, от, до, идет наценка 20-30 процентов, мы с вами получаем напрямую от производителя через пункт выдачи, и у нас с вами минимальная наценка за то, что там водитель там довез, да, то есть водителю нужна зарплата, то есть получается за нас мало того, что все организовали, но мы еще с вами эту наценку сами получаем в виде кэшбэка себе, да, то есть мы ее забираем себе, эту наценку, это тоже здорово, это тоже классно, вот, далее поехали те с вами, и вот сегодняшняя тема данного вебинара, это будет, конечно, больше, наверное, понимания, мотивации, чем какой-либо техники, да, значит, смотрим, мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения, что это значит, это значит, что когда мы с вами идем на работу по найму, то вам нужно сначала, если вы хотите более высокую оплату, вы должны отучиться, да, там товаровед, там заведующие, да, там еще что-то, вам нужно получить там 3 года образования, 5 лет образования, да, то есть медики 7 лет образования, да, там сколько-то практики, докторские, там вот это все, всякие степени, да, вот это у меня сейчас девчонка есть, она ко мне приезжает, ну, в общем, по депиляции, да, то есть она меня депилирует, и она приезжает, она мне рассказывает, что она сейчас идет на какого-то там, в общем, 3 года она отучилась, сейчас ей надо еще 5 лет до обучиться, а если она хочет быть детским врачом, это еще 7 лет сверху, я думаю, божечки-то мой, сколько детский врач получает, она так хоп на меня, говорит, Аня, детей жалко, говорит, хочу, чтобы путные люди детей лечили, хочу, говорит, путным врачом быть, ну, сколько вот детей, говорит, и не лечит их врач, я говорю, все понятно, да, то есть, но это сейчас она одна, да, она одна, она без детей, а когда у нее появится семья, дети, когда дети начнут расти, их нужно каждый сезон одевать, да, то есть им захочется фруктиков в холодильник, или еще что-то, мне кажется, что сетевой бот очень даже для нее, да, просто сейчас пока, может быть, у нее время не настало, пока ей мама помогает, пока у нее все хорошо, пока она учится, она хочет работать, хочет не работать, да, девушке 20 лет, вот, мы с ней недавно разговаривали, и, конечно, такая ситуация, когда человек живет хорошо, ему ничего не нужно, она нормальная, да, но, когда мы с ней разговаривали, вместе вот так же посидели, чайку вместе попили, да, после депиляции, она мне говорит, Аня, я, говорит, имею тебя в виду, и я, говорит, я ничего не предлагала, я, говорит, имею тебя в виду, ты меня возьмешь к себе, если вдруг я захочу работать и расти, вдруг у меня появится семья, я говорю, да, то есть, ну и, конечно, в основном об этом уже начинают задумываться люди, которые планируют семью и планируют бизнес, и это, конечно, тоже очень важно, когда у нас все есть, как-то нам всего хватает, а когда нам начинает не хватать, особенно у кого 2, 2, 3 детей, те, конечно, начинают уже серьезно работать и относиться к данному бизнесу, вот, да, пока человек в зоне комфорта находится, и вот, конечно, когда мы начинаем с вами зарабатывать прямо в процессе обучения, что я сейчас имею ввиду, то есть, вы можете, пока вы создаете базу для работы, вы можете рассказать всем своим друзьям, всем своим знакомым, про эти же деньги в подарок, про этот же парфюм в подарок, то есть, вы можете рассказать очень много полезных для своего роста вещей всем в округе, скажите, пожалуйста, если вы придете в магазин, и вам скажут у кассы, что у вас к оплате 2000 рублей, но мы с вас берем только 1000, вы будете рады? Просто встаньте на место человека, которому бы вот так вот повезло, конечно, вы будете рады, и вот сейчас у нас с вами идет такая акция, и плюсом еще будет парфюм в подарок, о чем мы сейчас говорим с вами, то, что вам нужно после данного вебинара, действительно, если вы хотите уже приумножать свою структуру, и вы хотите рассказать людям про данную акцию, то сесть на телефон и обзвонить всех своих знакомых, и каждый человек, который у вас делает, да, к примеру, к вам придет там 10 человек по 20 баллов, сколько это прирост у вас будет? Пока вы создаете базу для работы, пока вы раскручиваете странички, у вас пауза, вы не можете работать, иначе их заблокируют. Сколько у вас времени, да, сколько человек придет, сколько это выплата, по скольким процентам, да, то есть вы можете абсолютно самостоятельно на земле, сейчас на данный момент выйти на 9%, до 200 баллов, это неплохо, это 6%, а если у вас уже там 200 баллов есть, а у вас будет еще 400, да, считайте свои выплаты, умейте их считать, они заказали 80 баллов, ну, вот, 4 знакомых всего лишь, 80 баллов, и потом этих 4 знакомых, вы можете легко им рассказать, своим 4 знакомым, чтобы они еще 4 знакомым рассказали, понимаете, не забывайте про геометрическую прогрессию, 4 знакомых, им это понравилось, они привели каждый по 4, 4х4, 16, да, плюс предыдущие 4, уже 20 человек в вашей команде, сколько у вас уже будет баллов, если нет знакомых, рекрутировать в интернете, предлагать своим друзьям на своих страничках родных, все равно есть знакомые, вот, если нет знакомых, значит, вы Евгения Ли, вы в зоне комфорта, да, есть соседи, пожалуйста, я не знаю, ну, пошла я мусор выносить, вот у меня бабушка с собачкой гуляет, вот у меня женщина куда-то идет, бежит, да, то есть, вот я в очереди с кем-то стою, разболталась, пожалуйста, вот вам и знакомые, просто нужно понимать, зачем вы пришли, и надо ли вам это, если вы пришли действительно зарабатывать, большие деньги, да, то пользуйтесь ситуацией везде и всюду, а не только в интернете, пользуйтесь и на земле, конечно, надо учиться эффективно приглашать, золотые слова, но, когда такая акция, эффективность-то она по идее не нужна, когда вы говорите, давайте я вам сейчас сделаю регистрацию, и вы закажете на 2 тысячи, вам тысяча к оплате, да, плюс в следующем каталоге парфюмерная вода за полторы, это круто, да, но сейчас, дорогие мои, я говорю в цене России, да, то есть, но это все во всех странах есть, это тысяча, кроме Узбекистана, в Узбекистане нету тысячи рублей в подарок, далее, смотрим рекрутинг, конечно, это один из китов успешного маломой бизнеса, каждый день, думайте, кого позвать, зачем позвать, на что позвать, не просто позвать, и это наше с вами все, да, то есть, мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения, то есть, пока вы создаете странички, вы уже можете приглашать и приглашать, и приглашать, и приглашать, до конца четвертого периода, тысяча рублей точно дарится, да, вот, а что там за доставку, много ли, ну, в принципе, отдаленные страны, да, там много за доставку, если человек сдувается и не делает, я уже его, ну, грубо говоря, не достаю, я сейчас говорю, что вот знакомых друзей, когда я регистрируюсь сейчас на данный момент, рады все, потому что у нас доставка, извините меня, дешевая, 129 рублей всего, я соседку пригласила, да, конечно, а потом рассказать ей про стартовую программу, про программу Фаберли Клуб, это же им в карман, и вам в карман, вы создаете товарооборот, а человек радуется, вот это и есть наш вот такой вот позитивный с вами бизнес, единственное, что люди от позитивного бизнеса начинают уставать, потому что им нужно, как попугай, как попугай им все рассказывать, если вы нашли 10 регистраций, так вам 10 регистраций, нужно отработать с энтузиазмом, понимаете, но 99 это на 1000 рублей заказ, у меня всегда заказ 100 баллов, поэтому 129, у меня менее 100 не бывает уже, я начала 100 баллов делать с уровня, не помню, 15 наверное процентов, не помню, честно, надо смотреть, распечатки, боюсь наврать, заплатила, была довольна, ну да, тут 500 рублей выгоды получается, не 1000, но 500, тоже в принципе 500 рублей, вот вы идете, вы их подняли на дороге, вам они понравятся, что вы их подняли, так ведь, вот, а я тоже, кстати, мастера по ногтям пригласила, это да, и сегодня ко мне девушка придет, мне понравилось, реснички мне сделали, и я смотрю так раз-раз, и мне ничего делать не надо с ними, да, и вот она ко мне сегодня придет, я ей тоже предложу, а что нет, почему человек бесплатно помоется, тоже здорово, да, поэтому, конечно, не упускайте такой шанс, не упускайте такую возможность, пока вы все создаете базу для работы, особенно те, кто в начале вебинара поставил плюсик мне, да, что вы только пришли, конечно, очень важно понять, куда вы пришли, зачем вы пришли, и осознать, что это бизнес, бизнес без границ, вы можете через год зарабатывать 100 тысяч, а можете через год зарабатывать ноль, а можете выйти на более большие доходы, кто вас знает, как вы воспримите этот бизнес, да, вот, поэтому, конечно, самая главная ценность проекта, сразу хочется рассказать это всем, потому что это очень такой немаловажный момент, бывают такие случаи, когда мне говорят, у меня наставник не работает, и я тоже работать не буду, так вот, дорогие мои, мы, лично мы, основатели проекта, заботимся о вашем росте на всех этапах обучения, директора проекта, драгоценные директора проекта трудятся над обучением вместе, да, то есть, о чем я сейчас говорю, у вас есть 8 заданий, которые разрабатывают именно люди, которые уже выросли с директора, и именно те люди, у которых получается работать в той или иной соцсети, и когда у вас, вам кажется, что вас бросил наставник, вы ищете своего вышестоящего директора, или на меня, или Колю Андрейко, да, то есть, мы там вам найдем вашего директора сами, и он вам начнет открывать задания, и вы можете расти и развиваться абсолютно самостоятельно, даже не общаясь с тем, кто вас привел месяцами, и честно, девушка, которая меня привела, да, то есть, я с ней попереписывалась, максимум 3 дня, потом она мне уже ничего не писала, а потом она вообще уже терминировалась из компании Фаберлик, вот, и я расту, развиваюсь, и даже обучаю людей, и веду вебинары, и я даже и не задумывалась о том, что какая-то там безответственная дамочка меня привела и бросила, да, то есть, никаких тут обид быть не должно, у вас цель, вы идете к ней, вам нужны эти деньги, вы это делаете, так ведь? Вот, если у вас есть какие-то вопросы, дорогие мои, вы их обязательно задавайте, а сейчас мы с вами очень глубоко в суть проекта с вами шагнем, прямо глубоко, прямо в суть проекта, прям все вам разложу по полочкам до уровня драгоценного директора, что вас ждет при плавном росте, чтобы вы уже знали, куда вы идете, чтобы вам было легко и просто все это в понимании, чтобы вы уже делали дела и рекрутировали людей в свою структуру, и приумножали свою структуру с уверенностью, что на проекте действительно все в порядке, действительно все разложено по полочкам, да, даже если вы вначале запутались, то, когда вы раскладываете все в своей голове по полочкам, вам становится так легко и просто, что у вас и качество регистрации повышается, ведь когда в голове порядок, то и на сердце порядок, и в чатах порядок, и везде в порядок, так ведь? Ну что ж, давайте с вами пойдем, значит, на интернет-проекте Фаберлип онлайн есть все для вашего роста, неважно, с вами ваш наставник или не с вами, да, то есть у вас есть директора. На берегу Белого моря доставка, ого, но все равно перекрывают, хоть 200 рублей, так у меня сильно дует ветер, так, значит, слышно вам, не слышно, может быть закрыть балкончик, дорогие мои, как вам мешает, не мешает, у меня там, кстати, заказ пришел, рюкзак новый пришел, видите, новый рюкзак, я сегодня сниму про него обзор вечером. Не мешает, да, никому ничего, ну все тогда, а то я слышу, забываю, думаю, может вам неприятно слушать. Далее, значит, первое, да, первый этап обучения, это базовое обучение, это от 5 до 10 вебинаров в неделю, это от 15 до 40 вебинаров в месяц, да, то есть посещаем, смотрим записи, когда вам удобно, и очень часто я могу сказать, девчонки, которые быстро растут, они рекрутируют под эти вебинары. У меня даже был случай, как мой наставник, Илья Андрей, когда вел вебинар, я рекрутировала под этот вебинар, я вообще не люблю сидеть и смотреть, я не люблю, мне надо или что-то погрызть, но так как я уже давно не стройная девушка, то я, конечно, понимаю, что я лучше ручки займу и порекрутирую. И вот я сидела, рекрутировала, и он начинает, и мне девушка спрашивает, да, как даже сказать, у меня девочка спрашивает, а что за компания, что вообще, и как раз Коля говорит, да, компания Фоберлик, российская компания, там, номер один на рынке, там, продаж, там, по кислородной косметике, и мне Коля диктует, а я быстренько пишу, пишу, пишу его слова, и вы знаете, человек ко мне пришел, и сейчас, на данный момент, эта девушка вышла уже на 15%, это было вообще прикольно, вот, и рекрутировать под вебинары, это, кстати, классно, классно, и время, как бы, оно экономится, да, по идее, чтобы вам, у вас все разложилось в голове по полочкам, нужно поговорить про базовое обучение, очень адекватно, да, сейчас, чтобы вы это действительно поняли, и вдруг не поняли, задать вопрос, у вас есть брендовые странички, да, у вас есть база для работы, и вот вы, когда заходите, садитесь, вы включаете компьютер, и вам нужно начать работать, да, то есть, вам нужно минимально 3 часа в день уделять для рекрутинга, да, потом час в день вам нужно уделять обучению, и еще примерно час-полтора в день вам нужно уделять общению с командой, со своей, которую вы привели в чатах, в которой у вас будут что-то спрашивать, да, и тут, конечно, если у вас так вот все разложено по полочкам, то вам все легко и просто, я очень часто делаю как, когда рекрутировала раньше, я сейчас не рекрутирую, поэтому вас обучают на марафонах директора проекта, которые рекрутируют, я не рекрутирую, потому что ко мне уже люди сами идут, и об этом мы с вами тоже поговорим, как сделать так, чтобы к вам люди сами пошли в структуру, в команду, но это работа не одного года, дорогие мои, поэтому то, что я вас сейчас учу, и говорю, создавайте свои брендовые странички, делайте по одному посту в день, а вы вот некоторые ленитесь, так вот это камушек, ваш огород, если вы хотите, чтобы к вам люди шли самостоятельно, бренд это превыше всего, но бренд не делается за месяц, за два, он делается за год, за два, чтобы к вам люди начали приходить, вот, я готовлю под вебинары, ну, в общем, вы понимаете, да, то, что у вас появилась работа, да, на начальном пути, вы открываете свой бизнес, но он очень похож на работу, да, когда она еще без вас никуда не уйдет, и вот тот момент, когда вы мало зарабатываете, много рекрутируете, получаете кучу отказов, у вас блокируют странички, вы нервничаете, вот эту суматоху нужно обязательно пережить, и все равно делать, делать и делать свое дело, вот, может эта суматоха у вас продлится год, но вам надо это сделать, чтобы потом понять, что ваша команда без вашего участия начала регистрировать к вам вашу структуру людей, понимаете, к вам вашу структуру, вот для этого нужен бренд, когда вы ведете данный бренд, но мы о нем с вами очень подробно позже поговорим, частей у нас с вами будет много, вот для этого он вам нужен, и если вы его не ведете, а просто создали странички, просто рекрутируете, вы никогда не уйдете с рекрутинга, никогда, понимаете, все равно надо себя перебарывать, если у вас цель директор, вы можете просто рекрутировать, да, но очень многие в начале курса, кто ко мне приходил, написали, что моя цель, драгоценный директор, а драгоценный директор, это человек, который умеет очень много, и мы с вами будем учиться очень многому, и самое главное, вам нужно научиться сейчас, это вести бренд, минимально по одному посту в день, скоро будет марафон по постам, кстати, после ютуба, да, то есть по посту в день, и потом рекрутировать 3 часа в день минимально, причем за эти 3 часа в день, охват людей должен быть у вас действительно большой, более чем 500 человек в день, вы должны делать охват, и этот охват можно научиться сделать и за 2 часа, да, то есть если вы запускаете роботов, да, девчонки по чатам очень часто роботов рассылают, то там, конечно, умножайте на 2 свой рекрутинг, с роботов очень много некачественного охвата людей, потому что там он приглашает всех, он мне даже несколько раз, когда я его забывала на ночь отключать, даже девушек легкого поведения приглашала, и мне там целый список цен пришел, сколько за ночь, сколько за час, о господи, я чуть с ума не сошла, да, то есть это все читать и блокировать, да, то есть понимаете, не понравились, охват как считать, но вы же понимаете, что с одной странички вы, допустим, сколько делаете предложений дружб, вот предложение дружб, это и есть охват, да, то есть не сколько людям вы написали, не сколько людям вы пролайкали, то есть лайки это для того, чтобы разнообразить действия на страничке, чтобы у вас не блокировали, там вы пишете посты, там лайкаете кого-то, еще что-то, вот это вот все, это просто для разнообразия, так ведь, ну как бы вот со стороны модераторства получается, охват мы считаем чисто по дружбам, примерно, примерно прикидывая моль, вот, самое главное выработать статистику, кто-то умеет очень хорошо говорить, и у него с охвата в 100 человек будут 2-3 регистрации, кто-то умеет мало говорить, ему надо охватить 1000 людей охвата в день, чтобы у него были эти же самые 2-3 регистрации, но смотрите, даже если у вас сейчас ситуация такова, что вы делаете охват людей 1000 человек, и у вас, как сказать, мало регистрации с этого, и не каждый день тем более, то вы поймите одно, что вам нужно этот момент перетерпеть, и плюс, пока вы терпите, как даже сказать, пережидаете этот момент, вы все равно рекрутируете, и когда вы рекрутируете, вы учитесь общаться с людьми, и понимаете, что им нужно, учитесь понимать между строк, и вот тогда, если вы вот этот момент выдержите, то у вас и получится качество хорошего рекрутинга, то есть, но это чисто вам сейчас теория такая дана, практика, она немножко отличается от теории, даже если вы это знаете, то делать это нужно, очень часто кто-то говорит, да, 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 за месяц сделал охват 1000 людей, хотя за месяц 30 дней, это 30 тысяч охвата должно быть, и потом говорит, а у меня все равно ничего не получается, вот, вот, 700 тоже хорошо, отлично, такая средняя статистика нормального лидера, это 700 охвата за 3 часа в день, это нормально, и самое главное тут, конечно, не подставить под блок странички, чтобы ваши странички были хорошо оформлены, поэтому на этом вебинаре, мы с вами поговорим обо всех фотографиях, и поговорим о бичевых новичках, которые не понимают, что наставник заинтересован в их росте, вот эту тему мы с вами очень хорошо сегодня раскроем, далее поехали с вами, чтобы дольше вас не задерживать, да, то есть, первое, это базовое обучение, второе, это телеграм, нужно быть в чате телеграм, хотите, не хотите, надо найти, и надо вступить во все чаты через обучение, да, то есть, пропустили вебинар, есть канал расписания вебинаров, и есть канал по записям вебинаров, воткнули наушники, сидите, рекрутируете, допустим, и час смотрите вебинар, потом пошли, сделали перерыв, там покушали, прогулялись, выключили следующий вебинар, воткнули наушники, снова сидите, рекрутируете, самое главное, это рекрутинг, прям продумайте, и прям освободите себе время, чтобы для рекрутинга, освободите себе время, и будьте добры это делать, если вам действительно нужны огромные деньги, далее, если наставника нет в сети, то мы идем в чат коллег Фаберлик, и там можно задавать любые вопросы, вы это знаете, структурный чат проекта кипит практически круглосуточно, но есть такое время, примерно где-то, я замечала, с трех ночи до пяти утра, там глухо, то есть люди спят, вот в это время, если вам никто не ответил, вдруг вы не спите, вы не обижаетесь, люди выйдут с утра в сеть, и увидят ваш вопрос, и ответят на ваш вопрос, не переживайте, вот, иногда 3-4, ну это да, так и бывает, если наставника, так, веточные чаты вашего лидера, у вас, да, еще есть, по регистрациям, закрепленной табличкой, это как пить дать, вы должны выучить, что у вас есть общий структурный чат, веточный чат, чат по продукции, чат по расписанию вебинаров, материалы для работы, да, то есть фотобанк, то есть все это нужно знать, и почему столько много чатов, смотрите, было бы очень неудобно, если бы мы, допустим, в общий структурный чат, скидывали бы миллион картинок, для рекрутинга, для вас, да, и они бы уходили вверх, вверх, и вы бы там их не смогли найти, поэтому у нас с вами, вы заходите в чат картинок, у вас там чат картинок, и у вас там только картинки, и только по работе, и только нужные и важные, у вас, допустим, чат работы с возражениями, и там вы можете найти работу с возражениями, и там закреплена табличка работы с возражениями, в этом чате, То есть у нас с вами все отлично и разложено по полочкам. Самое главное сейчас понять эту систему и понять, как она удобна. То есть, допустим, этот же канал, расписание вебинаров, туда кто попало не пишет, и что попало мы туда не грузим. Там только записи прошедших вебинаров. Вот как спикер дает запись, туда она сразу на канал появляется. То есть и когда люди по чатам начинают ходить и спрашивать, а запись была, запись только в канале по записям вебинаров. Вы найдете. И там вы найдете ее быстрее, чем в чате, поверьте. Вот, далее, значит, веточные чаты обсудили, вебинары обсудили. Планерки от вашего лидера не пропускайте никогда, потому что лидер – это человек, у которого нет еще структуры, 80 тысяч человек, как вот у нас с Колей. Да, то есть мы, как вам даже сказать, как птички на сеточке, да, то есть вот такую структуру огромную обучаем материалам, которые даем всем одинаковые, да, на все 80 человек одинаковый материал. Вот. Материал, конечно, важный, конечно, нужный, но каждого из вас точечно проработать, как ваш наставник, мы не сможем физически, потому что у нас тоже есть личные группы, вот их мы прорабатываем точечно, понимаете. Поэтому, конечно, планерки, если ваш лидер проводит их, то это на вес золота, потому что там приходит 3, 4, 10 человек, и вот вы такой вот маленькой командой можете даже в скайпе созваниваться, показывать демонстрацию экрана друг друга, и можете друг друга очень хорошо поддерживать. Точечные, веточные планерки – это круто. Далее. И 8 заданий новичка. То есть вот эти 5 составляющих – это первый этап вашего роста, получается до 9%, грубо говоря, да, то есть вы растете вот поэтому, вы кипите в этом, вы вот это все понимаете, вы учитесь рекрутировать, учитесь избегать блока, учитесь находить как можно больше регистраций, потому что вы все более и более с каждым днем будете, как даже вам сказать, умнее и грамотнее общаться, да, общаться так, как нужно человеку. Будете учиться подстраиваться под человека, с которым вы переписываетесь, но это нужно время, не всем это дано. Кому-то это дано раз, и вот новичок приходит, Аня, я там троих зарегала, да что ты, мы вчера с тобой только твою регистрацию провели, а ты уже троих привела, да, а кто-то не может найти регистрации, месяц разбирается. Мы с вами все разные, самое главное, что вы должны понимать, вы растете в комфортном, в комфортных для вас условиях, но все-таки что-то делать нужно, если вы хотите вырасти, да. Кто-то директора открывает за 20 дней, кто-то директора открывает за полгода, это средний, кстати, среднестатистический лидер, за полгода он может открыть директора, если он все забросит и начнет рабсти и работать. И также есть такие индивидуумы, которые за год могут сделать рубина, да. То есть есть такие люди, а есть люди, которые по 3 года на директоре, на старшем директоре, и им это нравится. То есть ваша задача сейчас открыть директорство и дальше подумать, буду ли я свою команду сопровождать до уровня директоров, как мой уровень, чтобы стать драгоценным. Поняли? Вот, вот тут тоже очень важно сейчас, сразу же видеть путь, куда вы идете, сразу же, пришли вы хотите, да. То есть тогда настраивайтесь на то, чтобы ваша команда хорошо росла. Второй этап обучения. Можно пропустить или участвовать выборочно. Конечно же, я за то, чтобы каждый участвовал. Я только за это. И ничего кроме этого. Марафон интенсив по активному росту проходит 2 недели через каталог. То есть это не часто. Позже я вам покажу график примерный. Вот. Это не обязательно он будет таким, но хотя бы суть я вам покажу. Значит, на марафонах очень глубокое обучение, очень плотное сопровождение, прям за руку вас практически ведут. Задания очень объемные, домашние. Там преподают и плотно сопровождают директора и топы проекта. И только те, кто знает, понимает эту соцсеть и видит, когда и сколько, и чего сказать человеку, у которого что-то не получается. То есть они вас очень плотно ведут. Они, модераторы марафонов, на эти 2 недели забывают, грубо говоря, свою команду, свою структуру. То есть это нужно ценить, понимать. И, конечно же, если вы туда придете, то, я думаю, вы не пожалеете. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас выпускники последнего марафона по активному росту, по Фейсбуку? Поставьте плюсики и, пожалуйста, после плюсика напишите свое мнение, если вы дошли до конца марафона. И, кстати, еще дарится этим, то, что вы окончили марафон, вам дарится еще картинка очень красивая, да, что-то типа диплома, да. Ага, вот наши умнички. Скажите, пожалуйста, нормальный ли к вам подход? Нормальная ли вам дана, более ли глубокая вам дана? А как вам вообще, понравилось, не понравилось, все, да, диплом? Отпишитесь, пожалуйста, девчонки дорогие, конкретно, вот прям, не пожалейте слов. Вот, значит, после окончания марафона выдается диплом. Вот, далее, значит, на первом этапе обучения у нас хорошие, качественные задания. Если у вас нет возможности обучаться на марафоне интенсиве, или вы наполовину марафона интенсива застряли, и вы не можете дальше по каким-либо уважительным причинам, вот, во время этого интенсива марафона, я помню, что одну мою девчонку с личной группы просто увезли на скорой, вот, и все. Вот, и она три дня была в больнице, и она не сдала задания, ее удалили, да, то есть она не смогла его сделать. Но она говорит, ничего страшного, я получила и так много знаний. И основное обучение по Фейсбуку все равно есть в обучении, да, вот. Было классно, я заболела. Ну, вот Наташа тоже заболела, слетела. То есть ничего же с вами не произошло страшного, да, то есть некоторые боятся участвовать в марафоне, потому что боятся, что их удалят. Да, за невыполнение заданий вас удаляют, но те, кто все-таки дошел до конца, действительно получают очень много информации и хороший заряд энергии на будущее. И, конечно же, вы становитесь подкованными. Значит, далее, критерии на вступление, это... Так, что-то у меня тут выскочило, и еще выскочило. Так, критерии на вступление. Обучиться по школе новичка, 8 заданий, и 50 баллов на постоянной основе вы уже должны делать, если вы хотите быть на марафоне. Далее, вот пример интенсивных марафонов, получается. У нас такой, да, то есть первый каталог у нас с вами не было, мы все отдыхали, был Новый год. Второй каталог – это Фейсбук. Третий – отдых. Четвертый – Ютуб. Пятый – отдых. Шестое – написание постов. Седьмой каталог – отдых, Инстаграм. И вот так вот оно идет по кругу. То есть каждый марафон по определенной теме, по определенной соцсети у нас с вами, получается, проходит раз в 13 каталогов. Поняли, да, сейчас марафон? То есть тот, кто, допустим, пропустит марафон по Ютубу, он уже сам виноват. Следующий марафон будет примерно в 16 каталоге, да, вы должны это понимать сейчас. Поэтому старайтесь не пропускать. Вот, далее. Третий этап – обучение. Это новый этап обучения. Мы сейчас над ним работаем. Его еще пока нету, но я его уже включила в задание, потому что мы над ним уже начали работать. Я лидер – 9%. Так получилось, что мы убрали Ютуб из обучения для новичка, потому что новичкам было сложно вести свой Ютуб-канал. Ну, согласитесь, да, то есть новичкам нужно рекрутировать, какой там Ютуб. Да, пусть он выйдет хотя бы на 9%, чтобы заводить свой Ютуб. Хотя бы увидеть свои там 3000 рублей, да, по маркетинг-плану. Поэтому мы решили сделать третий этап обучения. Я лидер – 9%. Это объем личной группы вместе с вашим заказом. Все в целом 600 баллов. Скоро год объявления, Мариночка. 600 баллов плюс 50 баллов своего личного объема. То есть в эти 600 баллов ваш личный объем тоже входит. То есть если у вас 750 баллов до плюс вашей 50, ой, 550 баллов до плюс вашей 50, у вас в целом 600, и вы уже проходите в 9% чат, получается, да. Вот. Это обучение по продвижению на Ютубе и обучение бренду во всех соцсетях. То есть там мы с вами будем учиться и писать посты, и все, и все, и все, и все. Очень плотно. И это будут записи, огромные записи, петиции, прям вебинаров. И это вы все можете пройти. Будете, да. Скоро это будет. Пока еще этого нету. Но это в наших планах. И на данный момент я работаю с дорогими нашими директорами над этой темой. Нас там очень много директоров. Где-то 12 человек. Вот. Ничего, все получится, девчонки. Все получится. Главное, смотрите вперед. Вот. Моя цель, Жень, вот ты тоже говоришь, блин, я никак 600 добить не могу. Ну, вот это ты и посылаешь туда. А ты посылай что? Что тебе нужно посылать во Вселенную? Кто смотрел фильм «Секрет», что нужно посылать? Свои желания. И причем вы должны закрывать глаза и понимать, вот вы, директоры, вам выдают чек на сцене. Вот вы идете с этим чеком. Вы представляете вот это, а не говорите, как мне сложно. Я считаю, что нет проще работы тыкать кнопки дома через интернет. Проще, чище, лучше работы нет. Причем мы с вами не пирамида официальная и легальная. Поэтому успокаивайте себя этим и пошите, девочки. Вот. Далее. Четвертое. Это уже идет директорская школа для топ-лидеров проекта. С 12%. Старший лидер. Объем личной группы 100 баллов. 1000 баллов вместе с вашим заказом. То есть к вам пришли люди. Ну, 1000 баллов это примерно... Так, это примерно... Что получается у нас? 10 человек по 50 баллов. Да, получается. Да, так, где-то так. Ну, будет 600. Не надо, если вы хотите 600, не надо просить себе 600. Нужно просить себе 3000. Тогда и 600. И 1000 будет очень быстро, дорогие мои. Будет очень быстро. Только вы поймите, что вам это надо немножко переосмыслить в своей голове. Так, давайте дальше. У меня сейчас 12% легко набирается. Моя команда работает, и я тоже. Отлично. Отлично, Верочка. Да, то есть... И смотрите, на школах с 12% у нас с вами идет не вебинарное уже обучение. Не вебинарное обучение. Там идет лидерское сопровождение, автоматизация по работе, построение, как на высоком уровне больше зарабатывать. И это все прямо закреплено в топ-лидерском чате. Также, как правильно строить структуру, следить за структурой, тоже все закреплено. Топ-лидер только туда попадает, и он в любое удобное для себя время начинает обучаться и смотреть все вот это вот. Далее пригласим вас, конечно же, на доску почета с уровня 12%. У нас с вами есть доска почета. Кому не лень, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Пусть наши новички посмотрят, потому что топ-лидеров у нас очень много. 6%... Ну, как много? Ну, около, наверное, 500 человек. Мне так кажется. Много у нас топ-лидеров. Далее. 15 квестов. 15 квестов в конце. Крутая изюминка. О чем тут говорится? То есть вы проходите квестовые задания, вас принимают... Тогда бриллиант. Супер. Вот так и надо, Ирина, думать. И не надо думать и 600, если тебе надо 600. Нужно думать выше. Тогда и 600 быстро промелькнет эта ступенька. Вот. 15 квестов. Там, конечно, вы будете учиться очень многому. Их составляла лично я. 14 квестов я составила. И 15-й Николай Андрейко составил квест. Вот. Поэтому тайны все не буду раскрывать. Люди у нас есть, которые квесты прошли уже до конца. И я думаю, они очень-очень довольны. Так, следующее. Да, с уровня директора. 3000 баллов. Что нас с вами ждет в будущем, да? Во-первых, в совете директоров мы с вами будем участвовать. Едем на ассамблею в Москву. Имеем престижный статус. Премии, квалификационный бонус, да? Вот. А вот, вижу, вижу людей, которые уже квесты прошли. Светочка, у нас самая первая квесты прошла. Свет, я тобой очень горжусь. Ты крутая. Вот. Значит, самая первая действительно. И всех быстрее прошла. Оля, Оля, на 15-й квест у нас перешла. Уже скоро все, да? То есть, девчонки молодцы. Едем на ассамблею. Далее, третье, конечно, престижный статус директор. Когда моя мама... Я еще, вы знаете, когда вышла вообще на статус директора, я не понимала, что я директор особо тогда, потому что я много работала, там, туда-сюда, все успевала. И вдруг я пришла на родительское собрание, и моя старшая дочка, на тот момент ей было еще... Так, сколько это? Сейчас ей 18. Я вышла на директора примерно за 4 месяца работы. Это значит, дочке было где-то 14, да, получается, 14 лет. И вот она на собрании говорит, что-то ее спрашивали про родителей, и она такая говорит, а моя мама директор. И все так, директор. И Катя моя такая, да, ой, девчонки, мальчишки, это просто слезы, это приятно, когда ваш ребенок вами гордится, когда вы показываете пример успеха, когда вы меняете качество жизни в своей семье и начинаете жить лучше, просто тыкаю кнопки в интернете каждый день, не прекращая. Это здорово, это здорово, это приятно. Ага, вот спасибо за доску почета. Вот, вы понимаете, это такое чувство, которое, наверное, идет как награда за все свои труды, когда твой ребенок тобой гордится. И говорит, а у меня мама, да, то есть вот таким тоном, что вообще. Ну, это, конечно, здорово. Далее, значит, что еще с уровня директора положено, да, это квалификационные бонусы, чеки на региональных конференциях, на сцене, то есть вы идете на сцену, вы получаете чек, вам дарят цветы, вас чествуют, вам аплодируют. И это тоже, поверьте, очень приятное ощущение, очень приятное ощущение. Далее, бонус стабильности, мы с вами о нем уже говорили, да, на предыдущих вебинарах. Денежка два раза в год вам будет падать сверху, за то, что вы не растете, но и не падаете, да, то есть держите уровень, и вы вип-консультант за это, за вип-консультантство уже дается. Седьмое, это возможность открытия своего офиса, ну, мы это не особо рекомендуем, но все равно, если хотите, пожалуйста, можете попробовать. Решаем все вместе важные дела проекта, то есть вы участвуете в совете директоров. Что это значит? Это значит, я вам задаю вопрос, девчонки, как вы думаете, да, в чате директоров. Вот это, 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 как будем делать? Вот так или вот так, или вот так. И девочки уже выбирают или голосуют или еще что-то, да, то есть там очень активная переписка. И честно вам сказать, в совете директоров переписка в 10 раз активнее, чем в чате новичка. Это я вам клянусь. Там постоянно чат просто кипит. Там такая работа, там такой же этаж, это просто ох. Да, то есть, ну, ладно, про это вы узнаете сами, когда вырастете. Далее, значит, появляется возможность проводить вебинары. Если вы хотите быть спикером проекта, вы можете им выйти и в 6%. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, мы с вами обсудим тему, которую вы хотите вести. Мы вам выдадим вебинарную комнату на 300 человек, и вы будете самостоятельно проводить вебинары, планерки и все, что захотите. Комната абсолютно бесплатная, предоставляется от проекта. Но директор – это человек, который обязан уже поделиться историей успеха и провести свой первый вебинар и вести вебинары для команды, если он действительно хочет потом стать драгоценным в итоге. У меня есть канал YouTube. Юляш, отлично. И сейчас, значит, самое главное, о чем я с вами хочу поговорить. Так, у нас с вами час прошел. Час прошел, мне успела рассказать даже половину. Ну, дорогие коллеги, вообще вебинар вам показался полезным или нет? Вот меня сейчас такие сомнения одолели, потому что хочется все подробно, и так быстро час пролетает, что вообще давайте этот слайд с вами обсудим хотя бы, да? Вот, обсудим и потом уже поедем с вами дальше. Далее, значит, самое главное, от чего вам нужно отталкиваться. Мне так страшно уже проводить. Да, интересно, да? От чего нам с вами нужно отталкиваться? От понимания того, что вы делаете и что вас ждет. Да, то есть в начале я своего пути создала 4 странички, с которых не работала. Они были мои родные. И с брендовых страничек в соцсетях или странички для коллег, в принципе, это без разницы. Я, грубо говоря, их не трогала. Я с них не рекрутировала, но я их наполняла, да? Я их наполняла постами, фотографиями и личными фото из жизни, да? И эти странички также подойдут для рекрутингового сайта, да? Кто-то там виджет обратной связи подключает, вот это вот все, свой сайт наполняет, чтобы его данные там были. Эти странички у меня там. То есть я их не трогаю, они у меня на вес золота. Я их очень берегу, потому что на этих страничках. Эти странички у меня и под ютубом, под видео. Эти странички у меня и в группе. Они у меня везде, понимаете? Вот. И очень важно создать их на настоящие сим-карты. И также важно использовать личные странички. И у меня под эти странички прям свой личный браузер. Личный браузер. То есть у меня есть свой брендовый браузер. Где у меня вбита вот эта вебинарная комната, в которой я веду вебинары. Вбит туда логин, пароль. У меня вбиты туда все мои брендовые странички. Все четыре. Даже Инстаграм у меня с компьютера работает. Да, то есть у меня вбита все обучение. У меня вбит пароль от сайта Век Роста. У меня вбита все. Понимаете? Вообще полностью все, что мне нужно. Вот. И когда я открываю свой брендовый браузер, у меня на нем вся моя жизнь, вся моя работа. И мне ничего не нужно держать в голове. Я все это могу увидеть сама лично. Вот это сейчас поймите, что вам нужно не только четыре брендовые странички. Они будут зареганы, где попало. И, кстати, эти брендовые странички у меня еще в телефон все вбиты. Да, вбиты в телефон. Поэтому это вообще как бы вот этот браузер у меня. Я его открываю, у меня вся работа тут. Я и домашнее задание на нем проверяю. И, да, то есть все в этом. Все, прямо все. И письмо «Привет» у меня забито, чтобы долго там в чате в закрепе не искать. Все у меня под рукой. Вот. После того, как я оформила брендовый браузер, ну, на это более полдня не ушло у меня тогда. Да, да, то есть я начинаю создавать по четыре странички в день. И эти странички оформляю и оставляю на неделю. Да, то есть создали сегодня одну. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Оформили и оставили на неделю. Не трогайте их. Можете какие-то фотки повыгружать, еще что-то. Ну, оставьте их, ничего с них не делайте. Далее, значит, обязательно записывать нужно логины и пароли в тетрадку. Вот сегодня я сидела с новичком, как раз работала. Она ко мне пришла с ноутбуком днем. Говорит, Аня, давай помогай. Я говорю, хорошо, заходи на брендовые одноклассники. Она, хоба, а я не знаю пароль. У меня пароль только с телефона начали восстанавливать. Еле восстановили. Вот это зачем вам надо? У вас все должно быть в тетрадочке или в гугл-табличке. Ну, гугл-табличка для начинающего новичка, может, и покажется тяжелой. Но возьмите тетрадь, и чтобы эту тетрадь, Бога ради, никто не трогал. Никто. Да? То есть, и чтобы у вас все было под рукой. Да? То есть, это прям такой минимальный вам совет. Почему? Потому что вам вдруг компьютер слетит, вдруг систему надо переуставлять, вдруг еще что-то. Вы теряете все, если вы не запоминаете логины и пароли от своих почт, от своих страничек, от сайтовик роста. То есть, у вас должен быть список, где все должно быть записано. А вы не должны работать абы-кобы с бардаком в башке. Понимаете? Вы должны работать чисто и идти к цели, чтобы у вас не было проблем. Если у вас заблокировали, к примеру, брендовую страничку, вы ее можете через телефон разблокировать. Так ведь? А если вы не помните логин, что вы будете делать? Вот тут, конечно, и тетрадь, и табличка строго необходимы для вас, для старта в бизнесе. Вот, у меня тетрадь до сих пор есть, я в компании 4 года. Я все пароли, логины, у меня все. Вот, не дай бог, что-то случись, да, допустим, этот же там скачок электричества, да, там скачок напряжения, еще что-то. Вот сгорел компьютер, да. Ух-ху! Постучу даже. Ну, что я сделаю потом, если у меня в голове нет логинов, паролев я не умею, да. Вот, таблицу веток тоже, нет, только ссылки я туда делаю, я только ссылки делаю. Логин, пароль, брендовую страницу, конечно, я не буду ничего делать. Вот, далее, значит, мы с вами об этом поговорили серьезно. То есть, брендовый браузер, 4 брендовые странички, у вас все в одном браузере, и вы не путаетесь, да. К примеру, у меня все на моей мазилке, и на своей мазилке я веду все. И у меня вбито все, вообще, все, что мне нужно, вот, ой, даже что есть сказать, что у меня тут, ой, что у меня тут только нет, божечки ты мои, ну, ладно. Вот, я вас не буду просто даже путать сейчас, да, перечислять. Далее, обращаю внимание на оформление своих брендовых страниц. Недавно смотрела страничку топ-лидера, недавно смотрела страничку новичка. Убираем все лохватые лица, ненакрашенные, грязные кофты, растянутые футболки, где-то вы с вином, да, пусть вы хенеси распеваете, но уберите это со своих рабочих страниц. Это вам надо, не нам, да, то есть очень много людей делают, что попало на странице, да. Старайтесь выглядеть как лучше эстетически. И вообще, мой вам совет, взять селфи-палку, взять телефон, сходить в ресторан, заказать себе чайничек чая или кружечку латте, да, с какими-нибудь бубликами, да, в кавычках, да, вы меня поняли. И просто пофотографироваться красиво где-то, да, не в какой-то обшарпанной столовой, а где-то вот в хорошем месте действительно, да. Вот, когда я перешел на таблицу, все пошло. Ну, это, конечно, это понятно. Вот, далее, значит, обращаем внимание на оформление своих страниц очень правильно, да. То есть на главном фото. Милый, добрый, ясный, открытый взгляд, смотрящий гостю страничкой в глаза. Желательно лицо с плечами или попойся. О чем я сейчас говорю? Ну, вот у меня сейчас перед вами лицо с плечами, да. То есть, ну, я могу сфотографироваться лохматая, да, а могу подкраситься, да, то есть и сделать какую-то отличную, красивую какую-то фотографию, да. Вы должны это сейчас понимать. И сзади у меня может вот эти же вот коробки валяться, да, а может быть красивый вид и может быть чистота, да. То есть вот это все нужно обязательно понимать. Вот я недавно видела, девушка на свою брендовую страничку выложила киску. Киска красивая, очень красивая киска. Но, блин, ребят, сзади какая-то обшарканная дверь, какой-то потрескавшийся линолеум. Зачем? Зачем вы видите, что вы выставляете неправильное фото и вы все равно их выставляете? Кто к вам придет на бизнес, если они видят, что где-то там вы сделали фото, да, какое-то вот не такое. Если, допустим, у меня мама очень, да, то есть у меня, смотрите, у меня просто обои, просто диван, но у меня хотя бы эстетический вид, да, понимаете. И вот это нужно обязательно делать. Делать хорошо. А нас научить сделать такую мазилку. Это как мазилку? Браузер Mozilla? Это Mozilla Firefox, можно сделать на Яндекс браузере, можно сделать на Google браузере, можно сделать на Opere, это можно сделать где угодно, на любом браузере. Не обязательно на Mozilla, Людочка. Вот, это просто разные браузеры, они по-разному называются. Вот, значит, обращаем внимание на оформление своих страниц, очень, очень обращаем. Третий раз вам это читаю, да, приветствуется, конечно же, деловое фото. Найдите блоску с ёбкой, пофотографируйтесь где-то, да, никаких дутых курточек, ничего. У вас должно быть фото успеха, фото деловое, что вы человек, что вы предприниматель. И вот еще у многих вижу, вот даже такая мелочь, как каталог, лучше сфотографироваться с каким-то деловым. Поэтому, так, ну у меня тут, конечно, не очень красиво, да, много закладок. Лучше вот так сфотографироваться, чем вот так, понимаете? Потому что вы строите бизнес, вы строите бизнес, да. Вот, фоны на фото вообще-то можно менять. Ну, не все умеют менять фоны на фото, если умеете, конечно, меняйте и делайте эти фоны. Но делайте, Бога ради, красиво и хорошо. Хорошо. Далее, и одной фото будет мало, но первое, главное фото должна быть у вас просто наиидеальнейшее. Лучше даже сходить на фотосессию к фотографу. Очень много семейных пар и много девчонок просто так ходят на фотосессию, просто потому, что им это хочется. Но уж для работы это сделать, это как пить дать надо. Надо, надо. Собрались идти далеко высоко к крутым премиумам и выплатам, отнеситесь к работе своей серьезно. Это ваша работа, ваш бизнес, да, то есть вас наставник пожалеет, бизнес скажет, ха-ха, не хочет, не делает. Так ведь? Вот в чем суть. Далее, значит, и, конечно же, с наставником посоветуйтесь, присылайте странички, да. Вот, сейчас я, значит, это пропущу, но мы с вами к этому вернемся. Так, сейчас я найду фотографии. Вот, да, то есть, так, минутку, да. Вот, смотрите, да, то есть, какому, какому человеку вы пойдете работать в интернете к первому или ко второму? Везде девочки красивые, хорошие. Везде хорошие красавицы. Так ведь? Обе добренькие, обе классненькие. Вот, так вы подумайте, вы встаньте на месте человека, которого вы рекрутируете. И сами соотнесите свои фотографии с фото человека. Ну, да, то есть, кому бы вы пошли? Пошли бы вы вот к такому человеку, который вот сидит в огороде с тяпкой. Ведь никто не говорит, что вы не должны заниматься этим делом. Я сама люблю огород, и я люблю собирать грибы и ягоды. Но это не для бизнеса, и я это не пащу на бизнес-страничках. Понимаете? Далее. Какую бы вы девушку выбрали, да? Вот, понимаете, где, ну, бардачина, там еще что-то. Ну, тут, конечно, профессиональное фото, да, то есть, но все равно вот этот вот бардак, кровать, оно не серьезно. Так ведь? Следующее, просто вот вам хотя бы пример показать. Вот это распространенная практика, выгружать примерно такое же фото, вот как второе внизу. Распространенная практика, фото красивое, и девушка красивая, и детки ягодки. Но вы пойдете к девушке, к такой работе, пойдете или нет? Вы знаете, у меня даже был один случай, девушка, ой, в купальнике со спиртными напитками сидит на пенечке, там перед ней вятич, пиво, там все вот это вот валяется. Я говорю, убери фото, она говорит, с главной странички, убери это фото. Она сказала, она и говорит, я не уберу это фото, у меня там глаза хорошо вышли. Ну, что вы можете мне сказать? Как вы думаете, добился человек хоть какого-то успеха? Нет. Она пропала через пару месяцев после, просто потому что никто к ней не пошел. Понимаете? Никаких голых людей, спиртных напитков, вообще ничего у вас не должно быть на фотографиях. И вам, конечно, будет домашнее задание, если вы себя любите, да, вот еще фотография, да. Просто посмотрите, вот девушки на скамейке, да, просто вроде бы и фурточка кожаная, да, и как-то вот это вот, нежелательно, Оль, свадебные нежелательно. Но может есть на второй день где-то в деловом костюме, в белом, то это можно, конечно, белые деловые костюмы носят. Но фото и кольца ни к чему на главные фото, вы бизнес делаете. Вот. Да, глаза, зато глаза красивые, понимаете, да. Или вот эта девушка, да, там на драной скамейке, извините меня, с Кока-Колой или что там у нее, да, грустная сидит. Или девушка вот сидит, да, уже вот намного лучше выглядит, да. Поэтому поищите место, где сфоткаться, ведь разные фотографии есть. Так, наверное, а вот, да, смотрите, один и тот же человек, но это просто, вот знаете, фото из интернета сейчас, да. Фото из интернета, один и тот же человек может выглядеть по-разному, да. И к нему могут прийти много людей и могут прийти немного людей. Поэтому фото это прям мега важно. Поэтому я вам в начале данного вебинара, я вам, конечно, и включила, как сделать селфи. Если хотите, я вам еще раз включу, как сделать селфи. Вот это вот видео от видеоблогера, известный видеоблогер нам для компании Фаберлик сняла это видео, понимаете. Вот просто сейчас посмотрите, одни и те же люди могут абсолютно по-разному выглядеть, да. И это нужно понимать. Ну все, наверное, фотки закончились уже, да, фотки закончились. Вот, и, конечно же, сделали фото. Наставник посмотрел ваши странички, и если что-то не так, вы вместе исправляете. Вместе исправляете, и не обижаетесь, и не дуетесь на человека, и не говорите. У меня дурацкий наставник, она мне сказала, что я плохо вышла на фото. Я не буду с ней работать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот чтобы вот этого не было, дорогие мои. Знаете почему? Потому что у нас с вами бизнес какой? Еще бы ссылку на этот ролик. Я подумаю, как это организовать, потому что они у меня где-то далеко в материалах на работу. Вот, понимаете. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывает ваш наставник. И цель у нас не посидеть вас, чтобы у вас как можно меньше всего получилось, а наоборот сделать вас как можно быстрее успешными людьми. Вот это поймите, что ваш наставник заинтересован напрямую в вашем доходе. Он хочет, чтобы вы как можно больше зарабатывали. Если бы это было наоборот, принцип сетевого маркетинга просто бы не работал. Поэтому, если вам дают советы и если к вам придираются, то вы должны понять, что у вас крутой наставник. Если человек к вам не придирается, то у вас плохой наставник. Требуйте с него критику. Сами тогда. Вот, честное слово, чем больше человек вас критикует и исправляет, тем успешнее рядом с ним вы можете становиться. Понимаете? Это очень важно. Это очень круто. И это нужно понимать. И цените своих наставников, которые вам скажут, бери фото с грядки и поставь себя в пиджаке. И такого наставника прям расцелуйте. Ну, все, дорогие мои. Завтра у нас с вами, как вы понимаете, выходной. Послезавтра у нас с вами еще будет тема. Мы с вами уже углубляемся все глубже, глубже, глубже. Поэтому чем дальше в лес, тем больше дров. Я думаю, что вебинар был полезный. Но я понимаю, что сидеть столько долго – это просто невозможно. Вы все, наверное, устали уже у меня. Это я могу полдня разговаривать. У меня уже привычка. Я с одного звонка на другой переключаюсь. Провожу вебинар на четвертый, на пятый. И для меня все это легко и просто. А вот для вас я понимаю, что да, классный вебинар. Самое главное, знайте, что вы в надежной компании, в надежном проекте. И мы сделаем для вас все, лишь бы вы это захотели. Да, у вас все есть. Вот это нужно понимать. Ну, все. Всем пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok